Привет! Сегодня мы вновь поговар... Экстренный выпуск игролова. Вожделенная посылка пришла ко мне нежданно и заставила сменить тему очередного ролика. Вот содержимое этой посылки. Игра Peel Solar для Dreamcast. Свеженькая. Первое издание. Повторюсь, на дворе 2015 год. Новая игра для Dreamcast. Как такое чудо возможно? Об этом мы сегодня и поговорим. Всем любимым игровым системам мы, разумеется, желаем долголетия. А живые консольки до тех пор, пока на них выходят игры. Большая любовь и творческая жилка толкают некоторых людей на продление жизни приставок, казалось бы, давно уже официально умерших. Крупные компании больше не выпускают на любимую консоль игры? Ничего. Сделаем сами. На NES, SNES, Mega Drive, Dreamcast, Intellivision, Atari 2600 и кучу других систем новые игры выходят до сих пор. Зачем люди это делают? На Homebrew разработки уж точно не получится озолотиться. Целевая аудитория слишком маленькая, поэтому главными движущими силами при разработке игр для старых консолей являются, как мне кажется, два фактора. Любовь к конкретной игровой системе и технический челлендж. Ведь делать игры для некоторых ретро-консолей совсем непросто. Часто игры от энтузиастов ни в какое сравнение не идут с играми для той же системы от профессионалов. Но впечатляющих Homebrew проектов тоже хватает. Обратимся к примеру, с которого я и начал сегодняшний выпуск. Peer Solar. Первая версия этой игры вышла для Genesis Mega Drive. Если бы я решился делать игру для какой-нибудь ретро-системы, то, как человек прагматичный в качестве первого проекта выбрал бы что-нибудь очень незамысловатое. Возможно, клон Пэкмэна или Арканоида, ну или еще что-то в этом же духе. Молодушная осторожность не позволила бы мне всерьез рассматривать в качестве первого детища что-нибудь сильно трудозатратное. РПГ? Да ни за что. Не доделаешь ведь никогда. Сто лет пройдет, пока закончишь. Но не все такие неуверенные, как я. Группа энтузиастов, объединившаяся в компанию Watermelon, была не робкого десятка. Взяли, да и сделали сразу самую увесистую РПГ на Mega Drive. 64-мегабитный картридж. Делали долго. Начали в 2004-м, а закончили в 2010-м году. Конечно, на то, чтобы делать такую большую игру, ребята решились совсем не сразу. Поначалу планы были не такими амбициозными, но в процессе в разработку включались новые люди, и проект стал огромным. Первая партия Персолара разошлась по предзаказам, после чего вышло несколько переизданий. Первое издание, кстати, круто подскочило в цене и стоит сейчас несколько сот баксов. Фокус этого выпуска – само явление Homebrew, и подробная ревью Персолара здесь явно не к месту, поэтому выскажусь о самой игре очень кратко. Большинство людей, пробовавших Персолар, почему-то впадают в одну из крайностей. Кто-то игру фанатично любит, и утверждает, что это одна из лучших, а то и лучшая, 16-битная РПГ, а кто-то ненавидит. Я ни к тем, ни к другим не отношусь. Мне очень нравится графика и музыка Персолара, а вот дизайн подземелья и городов порой злит. В зависимости от того, насколько вы толерантны к огрехам дизайна уровней, медленным боям и некоторым недосмотрам типа бисюча долгого лечения, вы игру либо полюбите, либо нет. Всем, кто с Персолар не знаком, могу посоветовать только одно. Не слушайте ни фанатов, ни ругателей. Пробуйте игры сами. Как бы ни сложились ваши отношения с Персолар, игру и ее разработчиков есть за что уважать. Взять хотя бы CD с улучшенным саундтреком. Вставляем картридж с игрой в Mega Drive, а Enhanced Soundtrack CD в привод Mega CD, и саундтрек в игре заменяется CD саундтреком. Персолар – первая Mega Drive игра, способная на такое. К 2012 году Персолар обзавелся небольшой армией фанатов. Игра была с одной стороны востребована, с другой – недоступна для людей, не успевших на продажу очередного репринта. Разработчики решили расширить аудиторию и портировать игру с Mega Drive на другие системы. На Кикстартере начался сбор средств на Персолар HD. Собрали даже больше, чем нужно, достигнув в том числе несколько стретч-голлс. Сейчас доступны версии игры для PC, PS4, PS3, Xbox One и для Dreamcast. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Дримкаст-версию я ждал вместе с очередным перевыпуском игры для Mega Drive. Но пришлось подождать еще 9 месяцев. Watermelon и дочерняя Magical Game Factory, как всегда, подошли к задаче портирования на Dream с любовью и энтузиазмом. Вот пара Homebrew игр на Dreamcast от другого независимого разработчика. А вот как выглядит европейская версия Персолар для Dreamcast. Watermelon забабахал для каждого региона свои кейсы, повторяющие оригинальные. Да и сам диск для разных регионов выглядит по-разному. Отличия, правда, только косметические, и диски для всех регионов играются без проблем на всех версиях приставок. Контента в Dreamcast-версии тоже прибавилось. Порадовало появление начальной заставки. Если вы вдруг не в курсе, то у Dreamcast есть вот такая замечательная карта памяти Visual Memory Unit. ВМУ в игре работает как радар, при том может еще и пищать, если поблизости обнаружены сокровища. Добавили и отдельную игру для ВМУ, что просто шикарно. Отдельно стоит отметить новую опцию, которая меня сильно порадовала. Регулировку частоты случайных бит. С помощью нее, в частности, можно рэндом энкаунтеры вообще отключить. И в некоторых местах это прилично сглаживает огрехи дизайна игры. Если вы жертвовали на Kickstarter около 500 баксов на Peer Solar HD и выбирали в качестве награды за пожертвование I'm the Boss Tier, то по вашей фотографии Watermelon обязывался добавить в игру босса. Судя по страничке на Kickstarter, таких жертвователей нашлось шестеро. Все они получили или получат вместе с игрой Конт, позволяющим во время прохождения сразиться со своим игровым альтер-эго. Круто! Будем надеяться, что все шестеро поделятся с общественностью своими кодами, и все мы сможем потягаться с такими вот оригинальными дополнительными боссами. Предчувствуя, что некоторые из вас побегут на сайт Magical Game Factory и eBay закупаться Peer Solar'ами, позволю себе дать вам несколько советов. Если цифровая версия для вас приемлема, то берите Steam или приставочную цифровую версию. Это и дешево, и удобно. Если же вы, как и я, коллекционер, и вам нужна физическая копия, не переплачивайте за игру на eBay, не поощряйте сволочей спекулянтов, покупайте прямо на сайте Magical Game Factory. И вот теперь о грустном. Насколько хороша Magical Game Factory в производстве игр, настолько же эта компания плоха в вопросах общения с покупателями. Сделав предзаказ на репринт и обнаружив, что дата выпуска наступила, а известий никаких, не удивляйтесь. Выпуск могут задержать в лучшем случае на несколько месяцев, а могут и на несколько лет, и первое время никто даже не удосужится объяснить, что все-таки происходит и когда ждать обещанную игру. Умолять и психовать бесполезно. И я не знаю, зачем они бесят своих клиентов. Очень глупо оставлять людей без апдейтов и объяснений. Но у главного человека этой компании Фонзи свой взгляд на общение с покупателями, и этот взгляд вряд ли изменишь. Если вас нервирует ожидание в отсутствии достоверной информации, предзаказов лучше не делать. Терпеливых же Watermelon всегда награждает качественными релизами. Сообщество независимых разработчиков на многие системы сейчас очень активно. И интересные хомбрю игры появляются регулярно. В связи с чем у меня к вам вопрос. Стоит ли возвращаться к этой теме? Рассказывать ли я о хомбрю играх на NES, Mega Drive, Atari 2600, Dreamcast и других системах? Если рассказывать, то какие игры вы сами мне можете посоветовать? Пишите в комментариях свои мнения и пожелания. Спасибо за просмотр и всем всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok